Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум Иллижей Александр, и я являюсь лидером тайной организации «Сопротивление», целью которой является свержение режима нацистов и, в общем-то, непосредственно самого фюрера Гитлера, а вот мои сторонники. Мы продолжаем играть в игру, которая называется «Through the Darkest of Times». Возможно, вы заметили, что персонажи немного изменились, да, мне пришлось их пересоздать, но в остальном не поменялось ничего. Вчера мы все так же спасли бедного старика-еврея от гнета, от эсэсовцев, от штурмовиков, и, в общем-то, сейчас нужно планировать наши дальнейшие действия. Давайте перейдем к карте и посмотрим, чем мы можем заняться сегодня с моими бравыми ребятами. Такс, мы можем поговорить с рабочими. Это здорово, но, по-моему, это может привлечь внимание, в общем-то, нацистов. Это не очень, как бы, хотя написано, что низкая опасность, но давайте исходить из логики. Далее. Собрать пожертвования в районе Кройцберг. Тоже очень рискованно, мы просто залетаем и говорим, давайте пожертвования. Люди спросят, на что? Я скажу, ну, у нас тайная организация, борющаяся с режимом, ну, вряд ли это одобрят. Что еще у нас есть? Найти нового члена. Ладно, хорошо, давайте сперва поговорим с рабочими. Член новый у нас есть. Наш сторонник Эрвин Зитковский работает в цеху и хочет познакомить нас со своими товарищами-рабочими. Хорошо, давайте возьмем нашего главного персонажа, он у нас анархист, и возьмем Софию Кафман, она у нас коммунистка. И, в общем-то, двоих ребят будет более чем достаточно. Ну и выдадим им, разумеется, один велосипед на двоих, чтобы опасность была поменьше. Что ж, хорошо, отправляем выполнять задание, но у меня осталось еще два члена, пускай они найдут еще одного члена. Ха-ха, давай, ты у нас кто? Хильгард Вендрихс. Вендрих. Коммунистка, еще одна коммунистка. Два коммуниста, это зашибись. И еще один коммунист. У нас прямо пачка коммунистов собралась. Ха-ха, это шпионы Сталина. Ладно, садовника коммуниста тоже мы отправим, пускай ищут еще одного коммуниста. Создадим банду жестких коммунистов. День закончен, и посмотрим, к чему привели наши действия. Пять человек нас до сих пор поддерживает. Неплохо. Наши сторонники делают нам пожертвования, две рейхсмарки. Офигенно, я даже не просил, они сказали, на деньги, ну давай, я не отказываюсь от денег. Особенно от рейхсмарок. Вильгельм Бауман встречается с товарищами с работы одного из наших сторонников в районе Кройцберг. И говорит с ними, стараясь заручиться их поддержкой. Оказывается, что многие недовольны действиями режима и готовы что-то предпринять. Но режим он только наступил, поэтому... Ну хорошо, давайте, давайте. Какая нам от этого польза? Хильдегард Видрих говорит с людьми, которые не любят нацистов, чтобы выяснить, готовы ли они вступить в нашу группу. Она отбирает троих, которые, по ее мнению, достойны попасть в группу. Теперь осталось выбрать окончательного кандидата, и я до сих пор не согласен, что нужно... Хотя нет, нужно отбирать людей, потому что могут быть ненадежные агенты, и это не круто. Такс, и опять у нас коммунист-девушка. Почему у меня в банде одни девушки-коммунисты? А где мужики-коммунисты? Ну, католика-консерватор, если бы я знал, что это такое. Ладно, безработную коммунистку. Да, это прям идеальная комбинация. Хорошо. И у нас боевой дух упал почему-то. Жесть, а почему? Мы вроде выполнили два задания, причем успешно. Странно. Новая коалиция правых сил. Правые партии, Стальной Шлем и Немецкая Национальная Народная Партия объединяются в союз Черно-Белый-Красный Боевой Фронт. Они будут участвовать в мартовских выборах и намерены сформировать коалицию с нацистами. Плохие новости. Варан. Кольвиц уходит в отставку. Генрих Манн и Кета Кольвиц уходят со своих постов в прусской академии искусств под давлением нацистов. Почему? Они евреи, наверное, да? Гитлер выступает во Дворце Спорта. Адольф Гитлер открывает предвыборную кампанию НСДАП речью в Берлинском Дворце Спорта. Это плохо. Может быть, мы как-то можем этому помешать? Может быть, и можем, но вряд ли получится. Какие задания имеются? Купить бумагу. Для чего? И напечать от листовки вручную. Так, для этого нужна бумага, да, как я понимаю? Но бумаги у меня пока нету, поэтому по-любому придется покупать бумагу. Так же есть неизвестное задание. 20 человек нужно или что? Х-20, это что показано? Ладно, давайте купим бумагу для начала, а дальше будет видно. Не хватает рейхсмарок, друзья! А где мои рейхсмарки? Алло, у меня же была целая обойма рейхсмарок. Странно, и тем более три мне задонатили в этом... ...прошлый день. Ладно, придется собирать пожертвования, иначе как-то... Ну, никак. Наши сторонники из числа рабочих в районе Кроицберг могут помочь нашей группе пожертвованиями. Давайте отправим сразу коммуниста. Ну, блин, может быть, коммунистов не особо такие жалуют, а? В те времена. Но их особо никогда и не жаловали. Ну, три девушки-коммунистки, это прекрасно. Рейхсмарки есть, 14. А, надо было, видимо, 20. Вот в чем дело. А я их вообще в инвентаре не увидел. Хорошо, три коммунистки отправляются. Хотя нет, рабочие могут поддерживать вполне коммунистов. Типа, свобода, равенство, братство, вот это вот все. Долой гребаный капитализм, которые... Людей, которые управляют нами, платят маленькие зарплаты. Вперед, профсоюзы. Короче, да, отправляем трех коммунистов. И напечатать листовки вручную. Но нету бумаги. Штаб-квартира. Ладно, я больше никакие задания выполнять не буду, поэтому... Просто нет возможности. Заканчиваем день, да. К сожалению. О, че это такое? Рядом со своей дверью я вижу соседа. Он хватает меня за плечо и говорит... Ага, Гербауман. А вот и вы. Че ты меня хватаешь? В чем дело, дед? В чем дело, спрашиваю я. В чем дело? Хотите знать, что случилось, да? Понятия не имеете, значит. Смеется он. А потом отхлебывает из бутылки и швыряет ее мне под ноги. Бутылка разбивается на тысячу осколков. Вы с ума сошли, дед? Да что с вами? Вы рехнулись? Идите домой. Не то я вызову полицию. Полицию вызовете? Ну вперед, давайте. А я не скажу, что вы коммунистическая свинья, которая укрывается среди добрых немцев. Они-то знают, что с вами делать. И он резко проводит ребром ладони по горлу. Ну вообще-то мы тогда дружили, как бы. Типа, не было таких проблем с коммунистами. Ну, замолчи, скажем мы ему. Да молчи, идиот, говорю я. Я отталкиваю его. А сам вхожу в свою квартиру. Уже дома я задумываюсь, откуда он узнал? Нужно что-то с этим сделать. Убить деда, может? Нужно что-то делать с этим сумасшедшим. Он представляет опасность не только для меня, но и для всей группы. Конец связи. Наши сторонники делают пожертвование. Три марки! И мы лишились одного сторонника. Ну офигеть просто, с ума сойти можно. А, для того, чтобы... Вот, я понял, что за цифра 20. Типа 20 сторонников нужно, чтобы задание было открыто. О-о-о-о! Марки поползли! Жулян Зитковский встречается со сторонниками нашей группы из числа рабочих в районе Кройцберг, чтобы попросить у них дополнительные пожертвования. Все проходит удачно. Люди возмущены зверстами режима и готовы помочь нашей группе. Хорошо, друзья! Но все равно боевой дух падает. Ну почему же? Гитлер встречается с промышленниками. Гитлер встречается с ведущими немецкими промышленниками, которые вносят пожертвования на его избирательную кампанию. Тисен, Крупп и другие лидеры немецких деловых кругов согласились поддержать НСДАП и НННП. СА и СС формируют новую полицию. Рейхсмаршал Геринг дает 50 тысячам членов СА и СС особые полицейские полномочия и призывает с пристрастием следить за исполнением законов. Оскар Мария Граф покидает Германию. Знаменитый писатель Оскар Мария Граф отправляется с лекциями в Австрию и решает не возвращаться на родину. Грустно. Так, я думал, что Гитлера уже поставили канцлером. Странно, почему выборы идут. Но все равно эти выборы будут неправильными. Жулиан Зитковский говорит мне, что Хитгард Видрих не вызывает у нее ничего, кроме презрения. Этот коммунистка приносит группе только вред. Без нее нам будет только лучше. Так, а что это за ссоры внутри нашей группы потрясающие? Я не понимаю. Да-да, жить дружно. Мы тут как бы ради общего блага стараемся, а вы начинаете сраться. Расприи нам не нужны, поэтому давайте Жулиан Зитковскую выкинем. Хилтгард должна понимать, что я не потерплю внутренней грызни. Группу придется покинуть ей. Жулиан Зитковский злится и кричит на меня, но в конце концов уходит. Хилтгард Видрих вздыхает с облегчением. Хорошо. Мы лишились еще одного сторонника. Зато отношения с одним из наших улучшились. И теперь у нас есть деньги на печатку листовок. Так мы привлечем больше... Да, коммунисты остались. И с христианина этого христианина прогнали. Так, хорошо. Кто будет печатать листовки? А, надо купить бумагу просто. Зачем печатать листовки? Ну, пускай идет опять же Вильгельм, наш Бауман. И берет с собой деньжата. А деньжата он взял. Велосипед возьми, братан. Давай. Не помешает. Быстрее доедешь. Хотя подготовка все равно низкая. Ну, что может быть опасного в покупке бумаги? Хотя, да. Опять же, это может привлечь внимание. Типа. А кто это ты такой? А что это ты бумагу покупаешь? Ладно. Отправляем двоих. Двоих оставшихся. Попробуем отправить найти нового члена. Потому что наши ряды рядеют, а это не круто. Отправляем. Да. Три ма... А, та-та-та-та-та-та. Мы лишились еще одного сторонника. Да черт возьми. Это что, из-за того, что у нас листовок нету? Отстой. Вильгельм Бауман хочет купить бумаги. Чтобы избежать слежки, он выбирает магазин в незнакомом районе. Кроицберг. Выслушав заказ, приказчик скрывается в подсобке. А Вильгельм Бауман ждет устойки. Через некоторое время приказчик возвращается с бумагой. И пять, короче, стопок бумаги у нас есть. Здорово. Ну а тут кто? Кто-кто-кто? Кого нам дадут? Коммунисты есть? Анархист, коммеренный либерал и национал-консерватор. Я не смотрю на их параметры. Я смотрю исключительно на политические убеждения. Поэтому давайте возьмем анархиста. Типа нет никакой власти вообще. Все равны. И это схоже с коммунизмом. В какой-то степени, да, схоже. Поздний вечер. Я сижу в баре на Хакершермаркт. Внезапно кто-то вбегает в бар и кричит. Рейхстаг горит! Коммунисты сожгли Рейхстаг! О, мои братки. Ха-ха. Правильное дело сделали. Может быть, несколько нацистов сгорело, а? Было бы круто. Выбежать на улицу посмотреть. Конечно, мне не терпится узнать, что такое. Я оставляю недопитый бокал и выбегаю на улицу. Несмотря на поздний час, на улице толпа. Багровое сияние озаряет ночное небо над Рейхстагом. Это не ужасно, это интересно. Ха, интересно, что случилось. Давайте. Почему мы стоим? Говорит женщина в меховой шубе. Пойдем узнаем, что там случилось. Люди соглашаются и собираются вокруг нее. Присоединяемся. Надо в толпе затеряться. Я присоединяюсь к ним, и мы вместе идем по безлюдным улицам к Рейхстагу. Чем ближе мы подходим, тем сильнее запах гари. Становится трудно дышать. Давайте спрячем нос в шарф. У моста, ведущего к Рейхстагу, нас останавливает наряд полиции. Сюда нельзя, говорит старший. Уходите. Посмотрим на толпу. Там за мостом пылает Рейхстаг. Вокруг собирается все больше и больше зевак. Пора домой. Так, надо с кем-то поговорить, да? Это, возможно, привлечет нового сторонника. Если поговорить с человеком времен Первой мировой войны, возможно, это будет не совсем правильно, потому что люди, воевавшие тогда, многие, были недовольны положением Германии послевоенным. И как раз таки могли поддерживать Гитлера, потому что он обещал многое изменить. И не знаю. А может быть, это ветеран, который увидел все ужасы войны и, наоборот, не желает повторения. Так что тут дело такое. 50 на 50. Ну давайте со здоровяком поговорим. Хотя нет, с военным. Рискнем. Я подхожу к человеку с видавшим виды в форме времен Первой мировой. Он оборачивается и внимательно смотрит на меня. Чего надо? Грубо говорит он. Кто устроил пожар? Коммунисты и жиды! Да, я так и знал, что он сволочь. Ну, я догадывался. Коммунисты и жиды. По сути, это одно и то же. Его голос звучит громче. Но они сами подписали себе смертный приговор. Мы больше не позволим им покушаться на германскую нацию. Гитлер будет беспощаден. Им конец. Конец. Вот, друзья. В общем-то, логика привела к такому выводу. Да. Зря я с ним говорил, но 50 на 50 было. Пожарные все прибывают. Съехались, наверное, со всего Берлина. Давайте с женщиной пообщаемся. Я обращаюсь к женщине в шубе. Это та самая, что собирала людей у бара. Как вы думаете, кто это сделал? Спрашивает она меня. Мне хочется задать тот же вопрос. Говорю я. Мне-то откуда знать? Пожимает плечами она. Я знаю лишь одно. С тех пор, как этот бешеный паяц пришел к власти, все пошло наперекосяк. И вот это она указывает на пожар. Это очень в его духе. Но я вам ничего не говорила. Понятно? Так это, может быть, и нацисты устроили? Блин, печально. Может, там еще нормальный парламент сидел, да? Нормальные политики. Разумеется. Конечно, киваю я. Хорошо улыбается она. У таких, как я, и так много неприятностей. У таких, как ты? А вы вроде ничего. Она оставляет без внимания мой вопрос. Если захотите потанцевать под музыку, которую ненавидит новая власть, заходите. Она тоже из тайной организации. Ай-яй-яй-яй-яй. Дамочка. Она дает мне визитку, на которой написано. Жираф. Танцы, бар, кабаре. И исчезает в толпе. Полиция оттесняет толпу зевак. Ну и за здоровяком. Я обращаюсь к здоровяку в сплющенной кепке и с таким же сплющенным носом. Он похож на профессионального боксера, в карьере которого поражений было явно не меньше побед. Ну что, говорю я. Как вы думаете, кто это сделал? Вы меня спрашиваете? Он, кажется, удивлен. Уж точно не я. Улыбаюсь. Я и не говорю, что вы, отвечаю я. Но кто же это сделал? И кто же, как думаете? Боксер подходит вплотную и шепотом говорит. Нацисты, ясное дело. Теперь они под этим предлогом всех разгонят. Вот увидите. Кстати, да, логично. Логично. Он оглядывается по сторонам и уходит. Так, значит, тоже один потенциальный новый член. К тому же у него разные глаза, как у котика. Он прикольный. Полиция оттесняет толпу зевак. Пора домой. Здесь больше делать нечего. Я возвращаюсь домой поздней ночью. Сразу засыпаю, и мне снится пожар. И странные люди спорящие о том, кто его устроил. Давайте выспимся. Я просыпаюсь от какого-то шума. Откроете, откроете, иначе мы вылываем дверь. Кто-то барабанит в дверь квартиры. Вскочить с кровати и спрятаться или открыть дверь? Ну, давайте сделаем вид, что все нормально. Типа, я не понимаю, в чем дело. Еще в полудреме я открываю дверь. За ней стоят двое полицейских и парень в коричневой рубашке. Вы, Вильгельм Бауман, спрашивает полицейский. Да, это я, кстати, Вильгельм Бауман анархист, а не коммунист. Почему тут поехавший сосед называл меня коммунистом? Он реально, ну, больной. Я ж анархист, действительно. Эх. Ну, да, это я. Че вам нужно вообще? Че вы пришли? Скоро узнаешь, коммунистическая свинья, шипит штурмовик. Эй. Что случилось? Вы арестованы, говорит полицейский. Если вы ни в чем не виноваты, вам нечего бояться. Он смотрит на штурмовика. Таков порядок. Они, наверное, имеют право. Все, штамповым... Это полиция. Кто мне поможет? Вы не имеете права. Но я ничего не сделал, скажу я. Я ни в чем не виновен. Вы не имеете права, пытаюсь сказать я. Но штурмовик бьет меня по лицу. Ни в чем не виновен, орет он. Твоя вина в том, что ты коммунист. Все вы предатели германской нации. Но настал студный день. Посмотрю на него. Нельзя бить арестованных, кричит полицейский на своего помощника в коричневой рубашке. Подождите в машине, ясно? Зачем обворачивается ко мне и говорит. Гербауман, прошу вас следовать за мной. В участке мы во всем разберемся. Ну погнали. У меня же карта жирафа есть. А если они ее найдут? Я иду за полицейским. Коричневый рубашечник ждет нас на лестничной площадке. Кто стучит в дверь? Вильгельм Бауман арестован Боевой дух группы падает до 45 Они пришли среди ночи и бросили меня в грузовик вместе с остальными заключенными Нас везут через весь город и привозят к зданию, которое охраняют люди в черной эсэсовской форме Туда! Рявкает эсэсовец с винтовкой Он тыкает пальцем в сторону здания Будем повиноваться Я повинуюсь приказам и отказываюсь в темном помещении без окон Меня привязывают к стулу Прямо в лицо светит яркая лампа Я ничего не вижу Глаза слезятся, наручники впиваются в запястья Давайте адвоката попросим Но вряд ли мне его дадут, конечно Я имею право на адвоката, говорю я Проходит, кажется, целая вечность Вдруг кто-то входит в комнату и садится за стол напротив меня Поздороваемся Здравствуйте, говорю я Мужской голос отвечает Итак, Гербауман, вы сами во всем признаетесь? Или вас придется заставлять? Кто вы вообще? Кто это такой? Вы не имеете права держать меня здесь Вы не полиция, а это не участок Что ж, как хотите По правде сказать, мне так даже больше нравится, говорит он С вызовом Буду, короче, грубить Мягкость, видимо, не помогает Ничего я вам не скажу, говорю я И плюю в него Как пожелаете, следователь подходит вплотную Из-за яркого света я не вижу его лица Но замечаю, как он поднимает сжатую в кулак руку Гордо вскину голову Умирать так с песней Я смотрю ему прямо в лицо Он бьет меня кулаком в бровь Я чувствую тупую боль По лицу бегут струйки крови Он избивает меня несколько часов Не останавливаясь даже после того, как я теряю сознание Наконец-то меня оттаскивают в камеру Здесь тесно и холодно Пахнет нечистотами На дощатой кровати нет матраса Поэтому я ложусь на пол По крайней мере, никто не орет Никто меня не сбивает Отдыхаем После целой недели допросов и истязаний Меня отпускают без каких-либо объяснений Не верится, что мне так повезло Первая мысль Ну теперь держитесь Хе-хе, конец сцены Да, это было жестко, но меня отпустили И это круто Организация продолжит работать Хотя, возможно, они это сделали специально Чтобы за мной следить И выйти на моих последователей НСДАП выигрывает выборы 5 марта 1933 года Прошли всеобщие выборы в Рейхстаг НСДАП получило 43% голосов У коалиции нацистов с НННП В новом парламенте Небольшое большинство Достаточное для обычной работы правительства В тот же день с тем же результатом Прошли государственные выборы в Пруссии Облава на коммунистов Штурмовики и полиция провели обыски В квартирах и местах встреч коммунистов По всему городу Конфисковав печатные материалы И арестовав сотни человек Среди которых есть и депутаты Рейхстага Школы в среду закрыты Чтобы отметить историческую победу на выборах Коммунистерство образования Приказывает отменить в эту среду занятия В школах и университетах Понятно Меня уволили Я потеряла работу Говорит Хилдегард Видрих Но почему? Что? Но почему? Спрашиваю я А, ну понятно Наверное, кто-то услышал Как я говорил о коллеге Что на прошлых выборах Голосовала за коммунистическую партию Говорит Хилдегард Это ужасно Не знаю, где взять денег на квартплату и иду Боюсь, сейчас мы мало что можем для тебя сделать Конец сцены Ну и друзья На этом пока остановимся Наша агрессия по отношению к нацистам режиму Только возросла Сторонников не прибавилось Денег в общем-то тоже Но у нас есть печатные Или точнее еще не печатные Ну просто листовки, да Мы их скоро напечатаем И будем распространять В общем, все впереди На этом все До новых встреч Всем удачи, пока Будьте счастливы